Здравствуйте! С вами снова интернет-канал Максим Адзе. И сегодня я хочу вместе с вами поделиться интересными новостями про ремастер, как достать соседа от Social Media Life Production, а также новом официальном ремастере от разработчиков в THQ Nordic. Поехали! И начнем, пожалуй, именно с ремастера от Social Media Life Production. Начали появляться слухи о том, что ремастер этой игры не выйдет, и что ждать его не стоит. В интернете появились слухи, что это подтвердил какой-то человек, связанный с Social Media Life Production. Вот, честно говоря, я это узнал, и, честно говоря, офигел, так как разработчики этой игры собирают деньги до сих пор на покупку лицензионного игрового движка. И уже пожертвовало целых 35 человек, и уже собрали 7363 рубля. И куда эти деньги пойдут? Я, честно говоря, удивился. Реально, у меня сначала сложилось такое ощущение, что Social Media Life Production ведет себя сейчас как кидал с кикстартера, который хочет просто собрать все эти деньги и просто свалить в закат. Ну да, конечно, так на самом деле не будет, потому что один из моих подписчиков сказал о том, что связался с Social Media Life Production, и они сказали, что ремастер выйдет и уже в этом году. Что ж, пока так и неизвестно, когда выйдет этот ремастер, но сами разработчики говорят, что он выйдет. Ну а теперь ремастер от разработчиков CHQ Nordic. И этот ремастер можно считать официальным, потому что права на оригинальную игру как достать соседа принадлежат этой компании. И в этой компании также содержится несколько разработчиков из компании Joe Wood, то есть той компании, которая создала Neighbors from Hell. Ремастер, о котором я сейчас говорю, будет иметь название Neighbors Back from Hell. И говорят о том, что он выйдет на Nintendo Switch, на PlayStation 4 и Xbox One. И стоит он будет 900 с небольшим рублей. Сначала появилась информация о том, что он выйдет именно на Nintendo Switch. И я подумал, ведь на другие консоли должны завести тоже, потому что если игра выйдет только на Nintendo Switch, я думаю, она популярности не наберет. Потому что Nintendo сейчас с огромным трудом конкурирует на рынке по сравнению с PlayStation и Xbox. А продажи таких игр, как Mario, сейчас просто уступают везде. Говорят также, что ремастер выйдет на ПК, но как минимум спустя год после выхода на консоли. А на консоли ремастер выйдет уже 8 октября. По крайней мере, так заявляют создатели. Говорят, что геймплей будет как в консольной версии 2005 года на GameCube и оригинальном Xbox. О том, что будет в уровнях из этой игры, мало что известно. Но говорят, что там будут и уровни из первой части, и из второй. Есть мнение также, что они будут разбросаны, перемешаны друг с другом, так же, как и в консольных версиях. Говорят, что всего будет 4 сезона. Вот я вам показываю несколько скриншотов из этой игры. И обратите внимание вот на этот скриншот. Обратите внимание в левый нижний угол. Там видно улицу, и там розовый цвет. Видимо, там закат. В оригинальных консольных версиях там был только голубой день и темно-синяя ночь. А здесь уже, видимо, какой-то закат. То есть, видать, что-то новенькое. Так же, как вы видите, уровни из первой части отличаются. Так же видно улицу, как в консольных версиях. Стены в спальне такие же, светло-розовые, как в консольных версиях. В общем-то, игра действительно похожа на та, что выходила на GameCube и Xbox. В принципе, пока что это всё, что известно про эти два ремастера. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мы ждём 8 октября. И как только игра выйдет, я сразу же на неё сделаю обзор. Скорее всего, я её буду проходить, когда она выйдет на ПК. Но, возможно, если эмулятор Nintendo Switch Yuzu сможет запустить эту игру, то мы с вами пройдём её на эмуляторе. Ну что ж, у меня на этом всё. С вас лайкос подписозы, а с меня, как всегда, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!